Приветствую вас, друзья, на моём канале. Здесь мы с вами обсуждаем всё, что происходит в Италии и не только. На протяжении всего вот этого баронабисия я не один раз задавалась вопросом, кто же вот эти вот люди, которые бегают в костюмах личинок, делают тесты, вот эти вот тампоны, делают волшебные уколы. И вот они как-то даже никогда никому не показали своё лицо. У них никто никогда не спрашивал документы. Вот когда у нас тут приезжал такой в костюме личинок возле коммуны, значит, встал и к нему выстроилась сразу длинная очередь тампоны делать бесплатно. И никто, никто из людей не спросил у него даже документы, даже не попросил показать лицо, кто это. Все послушно встали и начали вот эти палки, носы, ковыряние делать. Вот это вот очень странно, друзья. Потом, насколько я вот видела эти видео в Телеграме, да, вот эта процедура тампона, вот это сделать этот тест, это очень болезненная процедура. Я даже видела такие видео, где прям ребёнка держат, суют ему вот эту палку прям так далеко, он бедный орёт. Вот я не могу понять, неужели нормальный человек пойдёт на такую работу, чтобы вот так издеваться над людьми, пихать вот эти палки. Это вообще противоречит всем медицинской этике. Как вообще возможно вот так вот издеваться над человеком? Потом даже увидела такие фото и рассказы, что у людей после этого идёт кровь просто из носа. У детей даже идёт кровь из носа. Я вот долго задавалась этим вопросом, как возможно пойти на такую работу нормальному человеку. На мой взгляд, это невозможно. И также вот если я сравниваю его, да, со своими итальянскими родственниками, я думаю, никто бы не пошёл на эту работу. Как это так вообще вот так издеваться над человеком, пихать вот эту палку так глубоко? Вот из наших родственников никто бы не пошёл. Даже бы если бы заплатили хорошие деньги, никто бы не пошёл. Также и молодые люди, которых вот я знаю, которые наши родственники, не молодые, не уже в зрелом возрасте, ну никто бы не пошёл. И вот я постоянно задавалась этим вопросом, ну кто же могут быть эти люди? И я, друзья, нашла ответ на сайте, на который я вам оставлю ссылку. Вы можете почитать, здесь очень много информации именно по нашей ситуации. Очень интересная информация. Итак, вот я вам хочу сегодня рассказать, кто же такие эти люди. А эти люди – это клоны. Сделаны они искусственно на основе того ДНК, который они у нас и берут. На самом деле эти люди, которые в костюмах личинок, они не люди. Это клоны, искусственно созданные люди, вернее, не люди, которые внедрены в нашу среду. Итак, эти клоны, они сами не знают, что они клоны. Их очень удивляет отторжение, которое они вызывают у многих людей, интуитивно чувствующих их бездушность. Это мы уже заметили, да? Также на примере наших политиков. Особенно болезненно проявляется это у бывших чистых человеческих душ, которые сразу видят вот это вот отторжение от такой персоны. От человеческих душ, в которых полностью сохранена память об их прошлой жизни, отношениях с близкими, друзьями, коллегами. Они искренне не понимают, почему постепенно меняется отношение к ним с их стороны. Чаще всего и люди не понимают, что происходит. Они лишь бессознательно чувствуют изменения в этом человеке. Вы зачастую слышали такую фразу, да? Его как будто подменили. А его действительно подменили на физическом уровне. Я вам потом дальше об этом расскажу. Но чем больше идет отторжение со стороны людей, тем больше клон тянется к ним, пытаясь доказать свою состоятельность и вернуть некогда близкие и теплые отношения в прежнее русло. Клон изо всех сил пытается быть хорошим, правильным, внимательным, услужливым, заботливым. Но если раньше это проявлялось в нем естественным образом, и в основе этих отношений лежали сердечное тепло и душевная щедрость, то теперь это стало бессознательным желанием находиться в энергетическом поле близкого человека и черпать оттуда силы. То есть он становится таким как бы вампиром, который тянет энергию из человека. Клон не способен почувствовать обратную связь, нежелание людей общаться с ним. То есть он не понимает, что когда с ним не хотят общаться. Он идет напролом, навязывая себя во всем, буквально прилипая к человеку. Для него это способ выживания. И его уже не заботит то, что люди чувствуют себя неуютно в его присутствии. Есть такие, я таких людей видела. Конечно, родные мои, не нужно подозревать клонов в каждом неприятном вам и навязчивом человеке. Но все же есть некоторые признаки, по которым можно с большей долей вероятности определить, что перед вами клон. Первое. Клоны лишены тонкости восприятия. Поскольку в них изначально заложены программы их создателей, они действуют по определенным шаблонам, без нюансов и оттенков, присущих человеку. Программы клонов задаются самые разные в зависимости от цели их создания. Например, клонов, внедренных в экзотерическую среду, можно вычислить довольно легко. Визуально они выглядят мертвыми, в их глазах нет блеска и живости восприятия. Это роботы, отрабатывающие свои заученные программы. Если вы читаете их тексты или комментарии, то они слишком правильные. Черно-белые, бездушные. В них априори не может быть энергии. Если вибрации рептилоидов вы можете ощутить на нижних чакрах, вплоть до четвертой, то энергии клонов можно почувствовать только как непроизвольные слабые всплески энергии в самых неожиданных частях вашего тела. На самом деле это сгустки чужих энергий, которыми они живут. Второе. Клоны любят все массовые мероприятия, про которые я вам и говорила. Помните, когда приезжала Грета Тумберг в Милан, Грета Тумбочкина? Там очень активировалась молодежь. Они так прямо организовались, так все сразу собрались за этот климат рассуждать. Так вот, это тот самый пример. Клоны любят все виды массовых мероприятий, которые являются для них прекрасным источником питания. Они не способны почувствовать хаотичность разновибрационных энергий при массовом скоплении людей, поскольку для них любая энергия хороша. И при всем своем желании они не могут отличить низкие вибрации от высоких. И вот тут я бы еще добавила бы, что они внедряются вот в эти манифестации и фактически вот таким бесполезным поведением, как будто останавливающим вот этим поведением своим, безразличным. Таким образом они и останавливают вот эту толпу. Вот вы заметили, да, что демонстрации какие-то стали в последнее время как прогулки, потому что они как-то сходят на нет, постепенно сходят на нет, превращаются в обычную массовую прогулку, потому что там внедрены вот эти клоны, которые своим поведением уводят толпу, вот именно вот опускают ее в силу энергию, опускают. Возможно даже вот именно, как говорится здесь, высасывают ее из людей, и таким образом эта демонстрация превращается в обычную прогулку на ночь. 3. Нередко клоны достигают высокого положения в той сфере деятельности, куда они были внедрены, и объясняется это тем, что их все время ведут те, кто их создал, поскольку они очень заинтересованы в том, чтобы клоны, заняв руководящие посты, действовали по их указке. 4. Клоны-начальники никогда не имеют своего собственного мнения и не способны на творческий созидательный подход к своей работе. 5. Они всего лишь винтики в гигантской машине рептилоидов, управляющей людьми во всех областях их жизни. 6. Каким же образом эти клоны внедряются в нашу человеческую среду? И я вам сейчас это объясню. Вспомните выражение этого человека, как будто подменили. А ведь оно несет в себе прямой смысл. Рептилоиды действительно нередко подменяют опасные для них людей, которые способны изменить мир и жизнь людей к лучшему. И делают они это весьма изощренным способом. Раздобыв биологический материал человека, они выращивают в своих секретных лабораториях его точную копию. И затем, выбрав подходящий момент, физически устраняют человека, заменяя его клоном. Вот поэтому-то сейчас идет и активная палка носоковыряния, потому что это сбор ДНК, биологический материал человека. Потом, физически устранив этого человека, заменяют его клоном. Близкие ему люди все же начинают замечать непонятные для них перемены, но ищут, как правило, чисто материальные объяснения происходящего. Переходный возраст, психологический кризис, сложности на работе, неудачные в личной жизни. Дело в том, что уклонно сохраняется память и даже привычки того, с кого он копировался. Но поскольку его лишает главной составляющей человека, его божественной души, он начинает вести себя по-другому. Кроме того, энергетический – это уже совсем другое существо. Клон не способен сам регенерировать жизненную энергию, которую человек получает естественным образом из высших сфер и окружающей среды. По большему счету, он ничто иное, как бездушная кукла, хотя сам он этого не осознает. Но в отличие от игрушечной куклы, которая работает на батарейках, клон может существовать только за счет энергии человека, поскольку он сотворен из его биологического материала. Интуитивно клон пытается найти людей с самой сильной и самой чистой энергетикой. Зачастую это дети. Клоны умело внедряются в эту среду и чувствуют себя прекрасно, питаясь из чистого энергетического источника лучших человеческих душ. Если же им не посчастливилось найти такой источник, то они довольствуются энергией толпы, берут ее уже не качеством, а количеством. Клоны – большие любители из-за всегда тая массовых мероприятий. При этом они всеядны. Клоны могут быть болельщиками, беснующимися на стадионах, так и духовными людьми, принимающими участие в массовых медитациях и в занятиях различных эзотерических групп. Немало клонов и на эстраде, где выявить их довольно просто. Их искусство бездушно, оно не возвышает человека, а пускает его на самое дно трехмерного мира. То есть такими деятелями эстрады, деятелями искусства мы уже довольно-таки много насмотрелись на таких. Их имена я сейчас не буду говорить, вы их все имена эти знаете. Так вот, друзья, как я думаю, что именно вот эти бездушные клоны сейчас вот это все с нами и делают, начиная как от участников всяких манифестаций до политиков. Пишите ваши комментарии и до следующих новостей. Субтитры создавал DimaTorzok